Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас вообще нестандартный видеоролик. Я бы сказал, это какая-то новая рубрика даже в какой-то степени. Решил я поэкспериментировать, попробовать что-то новое. Это что-то в стиле обзора комментариев. Можно так сказать, рубрика, которую можно по идее назвать как «Мнение игроков». Как вы знаете, в последнем видеоблоге было очень много спорных моментов. Я негодовал, я бомбил очень дико на всё это дело, на видеоблог в целом, на то, что нам показали, на челленджи и на всё это дело в совокупности. И сегодня я хотел бы, наверное, обратить своё мнение, ну и вообще обратить внимание на то, что у нас вообще происходит в комментариях под видеоблогом. То есть это мнение игроков, которые так же, как и я, не согласны с тем, что у нас сейчас происходит в игре. И сегодня мы их почитаем. Если вам это всё дело понравится, вы захотите, чтобы я записал, например, там, какие-то другие мнения игроков, например, там, на форуме или ещё где-нибудь, пообозревал какие-то вещи, дал свою какую-то определённую точку зрения, тоже по этому всему поводу, то обязательно не забывайте тоже прожимать лайк. Ну и давайте уже отправляться в комментарии. Я для себя здесь видел какие-то определённые залайканные вещи, которые игроки, значит, поддерживали. И сегодня давайте почитаем и разберёмся в этом всём. Первый комментарий, который нам попадается от код 623. Ух ты, нифига себе, как же хорошо, что я полгода в это уже не играю. Ну, в принципе, дефолтный, наверное, комментарий. Залайкали, потому что, ну, все понимают, когда смотрят видеоблог, что, ну, это явно не... ну, не есть хорошо, что вообще, в принципе, происходит. Самый залайканный комментарий в данном... Под данным видеоблогом это комментарий от Лиски33. Какие разработчики такие ютуберы? Нормальные уже ушли, сразу поняли, что там ловить нечего. Биг сранкс вообще кукушкой поехал со своей глупой шейлой. Контейнеры открывает в реальной жизни, но это клиника. Вот он с того всё крутецкий, сидит на отдел до разработчиков и радуется копейкам, которые они ему отстёгивают. Весёлый-то какой аккаунтами и контейнерами барыжит, дурдом отдыхает. Ну, по этому поводу, друзья, ну, в какой-то степени я согласен, да, то, что, ну, возможно, в какой-то степени не такой контент должны подавать максимальные ютуберы, типа, по подписчикам в игре. Но это их право, я не могу их осуждать, я не могу на это дело обращать внимание. Но если игроки поддерживают, пишут такие комментарии, при этом 140 лайков на таких комментариях собирается, ну, это всё это о чём-то говорит определённо. Чё только стоит толстый Джерри, ну и в общем и целом, короче, это исключительный обзор игрока, возможно, это даже девушка, о ютуберах проекта. То есть она с ними не согласна, она не согласна с тем, чем игроки занимаются. Определённое мнение, которое сложилось. Дальше начинаются уже более интересные вещи, на которые акцентировал внимание также и я. Я, твой подписчик, пишет. Специально два челленджа вставили в один месяц, чтобы побольше боевых пропусков покупали, безусловно. Здесь всё дефолтно, в какой-то степени понятно. И, наверное, такие, ну, не все же глупые. Наверное, не все же глупые. И в какой-то степени разработчики этой игры должны понимать, что они вообще делают или нет. Я не знаю. Самое удивительное это то, что раньше мы получали удовольствие от того, что в 30 минутах битвы 10 минут ждали, пока зайдёт полтора человека и так играли. А сейчас со всеми этими дронами, оверами, пушками и то неинтересно. Раньше 9 пушек, 7 корпусов, всё. И всё это... И всё, и в том числе и я визжали от этой игры, при этом получая 3 копейки за первое место в битве. Это пишет у нас Драндулет. Я так понял, что данный игрок уже не играет в нашу игру. Но это, наверное, такой дефолтный комментарий игрока, который уже ушёл из проекта. И это вот что-то из стиля, знаете, как старые дедушки и бабушки сидят и говорят, что раньше было лучше. Вот это что-то в этом стиле. Но комментарий тоже имеет смысл быть. В какой-то степени даже есть вещи, с которыми я согласен с данным оратором. Кирилл Корольчук пишет. Походу, единственное, что повысится в 15 раз, так это стоимость пропуска к обоим веткам подарков. Ну да, в принципе, а почему нет? Если игроки продолжают набивать челленджи, если они это всё дело хавают, то почему бы и нет? А почему бы и нет? Мы будем повышать цены, мы же хотим заработать, а почему нет? Если всем всё нравится, если никто не негодуется и всё у всех хорошо, все думают, что ах, какой замечательный челлендж, а давайте-ка мы будем его продолжать, будем бить. Это же всё чётко, это же круто, когда у нас появляются два челленджа вместо одного, тебе надо платить в два раза больше, а при этом призы ты получаешь, грубо говоря, даже ещё и хуже. Круто. Прекрасно. Просто прекрасно. Назар Бушко пишет. Есть два типа нулёвого урона. А я бы сказал, есть два типа людей. Ну ладно. При спавне противника, когда у него неизвестимость, для того, чтобы не рашили... Ну в общем и целом, это комментарии игрока по поводу нулевого урона. Окей, хорошо. Ну здесь как бы ничего такого нету и по сути, наверное, в какой-то степени такой комментарий не стоит здесь ничего. Также имеются комментарии по типу 2010-2015. Спасибо за детство, ребят, за игры, с батей, за одним, как и сыпасы. В общем и целом, я для себя, наверное, понял, что в данный период времени в комментариях появляются ну такие комментарии по типу негодований, бомблений и прочей ерунды, с которыми, ну явно, наверное, недовольны многие. И до сих пор, до сих пор я подчеркну это, всё, что происходит у нас в игре, в какой-то степени принимается так, как оно есть. То есть на какие-то вот такие вот вещи, как, например, челлендж, да, на этом мало кто обращает внимание, мало кто уделяет вообще этому какую-то свою точку зрения, да, если вообще посмотреть на ютуберов, которые пишут, записывают видеоролики, да, они записывают какие-то там рубрики, я имею в виду в большинстве случаев большие разработчики, и никто из них не говорит о проблемах, не говорит о том, ну то есть не раскрывает сущность игры. То есть есть определённые мнения людей, которые не согласны с вещами. И последний видеоблог говорит очень о многом. И если, например, какой-нибудь условный же, например, ЖК Микс, да, он был бы заинтересован в этом ещё проекте, да, понимая, что уже для него это как, ну просто типа зашёл и всё, то сейчас бы такие вещи бы, ну, скорее всего, даже не происходили, то что уже у разработчиков, как говорится, руки раскрыты, они по сути, ну, уже делают то, что они хотят, и всё это поворачивается совсем в другую сторону. Люди негодуют, люди не согласны, но при этом раскладе всё остаётся так же, остаётся с печальной стороны, с печальной точки зрения. Всё это дело выглядит. И к чему я вообще записываю этот видеоролик? Видеоролик говорит нам о том, что в данный период времени и исключительно, наверное, акцентируя внимание на том, что сейчас у нас в игре появился вот этот вот новый челлендж, я могу с уверенностью сказать то, что количество негодующих игроков с каждым последующим челленджем при таком раскладе будет увеличиваться. Я могу записать ещё 10, 15, 20, 30 видеороликов, в которых я буду говорить, что там, ну, я ещё точно буду записывать по этому поводу, то, что там челленджи, которые сейчас начинают уже происходить, это полная шляпа, это явно не то, что должно быть у нас вообще в игре, то, что сейчас уже должно меняться, это всё год челленджей, год челленджей без перерыва. Вы думаете, что это нормально? То есть, когда разработчики понимают, что они зарабатывают на этом деньги, они уже не переходят на что-то новое, они начинают сидеть на одном месте, продолжать это дело, и при этом ещё один челлендж разделяют на два челленджа, и хотят, чтобы за это ещё больше платить. В какой-то степени, это призыв вам о том, чтобы вы тоже высказывали своё определённое мнение, чтобы комментариев по делу, даже в тех же видеоблогах, было больше. Если вы относитесь к этому как не человек, который знаете как, а, да пофиг, меня в принципе и так всё устраивает, а если вы реально не согласны с какими-то определёнными вещами, вы вправе высказывать своё мнение, и определённо вас поддерживают. Именно к этому я хотел свести данный видеоролик, и, возможно, для кого-то покажется, это какая-то несущая фигня, бред, то, что я здесь попытался вам доложить, пытаться рассказать, а может кому-то это будет интересно, и в дальнейшем мы также продолжим читать ваши комментарии, какие-то вещи обсуждать, застрять на них внимание, рассказывать, показывать. Я, в свою очередь, буду высказывать свою точку зрения, и в какой-то степени обращать внимание на определённые вещи. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, если вам понравился, поставьте лайк для меня, это какой-то экспириенс, что-то новое, я никогда подобного рода ничего не записывал, и если вам это понравилось, поддержите данное видео лайком, можете также, если не подписаны, на канал подписаться. Мне будет очень приятно. Ну, а с вами был мистер Ванька, думайте, друзья, что происходит у нас в игре, если вы неравнодушны, то, возможно, вам стоит задуматься на данный период времени, что в дальнейшем, в какой-то степени, вы можете сами изменить в этой игре. Всем спасибо. Пока.